Так, ну мы вернемся, собственно, наверное, к моему контенту. Сильно напрягать вас не буду политикой и новостями. Просто хочу вам показать замечательнейшее, прекраснейшее место, где мне периодически приходится обитать после 20 лет жизни в Германистане. Я, наконец-то, чувствую себя свободным по-настоящему. И мне как-то спокойно на душе. Ну, еще мне эстетически приятно. Вот мне приятно то, что, блин, очень много красивых мест. Это действительно город, прям, я даже не знаю, вот правильно говорят, что Москва типа отдельно государство. Вот в плане рассматривать как то, что это город-страна. Он такой огромный и такой разный, и столько много классных мест, что это, блин, я даже не могу себе представить, что это в масштабах одного города всего лишь. Это прям, наверное, целое государство. Сейчас мы здесь с вами основательно прогуляемся, я вам все покажу. Среди холодных рек и дремучих лесов, где хозяйничает крем отрезка континентальной, наши предки когда-то основали остров, и проживание здесь считалось за наказание. Я не был создан сюда, я здесь родился и рос, я тут учился, влюблялся, мечтал. Панели многоэтажек, тысячи окон, костров, это мой город, моя чета. Моя чета старая и молодая, моя чета грязная, но родная. Моя чета грешная и святая, моя чета такая, какую я ее знаю. Моя чета такая, какую я ее знаю. Чете короткое лето, но закаленные люди, если ты привык к теплу, тебе комфортно не будет. Зато когда нет отопления в холодной тиши, согреемся теплом своей души. Мой город растет, крикнет и развивается, социальный бунт, люди взрываются. В маршрутках перегруз, в детсадах перебор, на прилавках цены вверх, но и кто же тут вор? На улицах детства грязные урны, министр культуры сказала, мы не культурные. Дилемма тоже у мэра, она еще посложнее, где взять лицензию, чтобы перестрелять всех бомжей. Еще две проблемы, их не решат даже боги, они, наверное, навечно дураки и дороги. Моя чета старая и молодая, моя чета грязная, но родная, моя чета грешная и святая, моя чета такая, какую я ее знаю. Моя чета старая и молодая, моя чета грязная, но родная, моя чета грешная и святая, моя чета такая, какую я ее знаю. Моя чета моя. Бытует мнение, что по Чите ходят медведи, не спорю, было такое, ведь они наши соседи, наш город меньше Москвы. Но за Байкале столица, когда покинешь ее, она тебе будет сниться. Так мало многоэтажек, но много старых дворцов, музеи наши впитали святую мудрость отцов. Четенцы любят Читу, но почему не стремятся на благо города вместе работать и развиваться? Четенцы любят Читу, но почему не стремятся на благо города вместе работать и развиваться? Субтитры подогнал «Симон»!